Искусственный хрусталик глаза для коррекции в пресбиопии Johnson & Johnson Symphony. Полный обзор. Всем привет! С вами снова Алексей и я неофтальмолог. Сегодня я расскажу об искусственном хрусталике глаза Johnson & Johnson Technique Symphony. Хочу напомнить, что любой искусственный хрусталик глаза следует оценивать по трем группам характеристик. Первое это количество зрения, второе это качество зрения и третье это долгосрочная стабильность платформы. В этом видео я не буду говорить о долгосрочной перспективе и вообще в целом об этой платформе, потому что об этом я уже говорил в моем прошлом видео, когда я делал обзор монофокального Technique & Johnson & Johnson и его расширенной версии для среднего диапазона Technique & Johnson. В этом видео основной упор будет сделан на количество зрения, которое может вам дать хрусталик Symphony. Хотя вопросы качества зрения, которые относятся к пресбиопическим хрусталикам, мы тоже затронем. Говоря о количестве зрения, я буду использовать инструмент, который называется кривая дефокуса. Что это такое я говорил в предыдущем видео, если вы его не смотрели, рекомендую посмотреть. Если вам уже этот параметр понятен, идем дальше. Еще хочу напомнить, что в индустрии нет четкого стандарта, как именно правильно делать кривую дефокуса. Поэтому, если вы вдруг самостоятельно начнете изучать этот вопрос, начнете искать разнообразные кривые дефокуса, вы можете столкнуться с тем, что какие-то хрусталики будут на одних и тех же диапазонах выглядеть лучше или хуже. Поэтому без понимания, как была получена та или иная кривая дефокуса, то есть при каких условиях, как проводились измерения, опираться на эти данные достаточно рискованно. Когда я разбираю ту или иную модель интроокулярной линзы для себя, или делаю эти обзоры, я опираюсь, во-первых, на кривые дефокуса и на публикации, в которых более-менее понятно, при каких условиях и как были проведены измерения. И что более важно, я опираюсь на личный опыт разных врачей, которые получают те или иные результаты с той или иной интроокулярной линзой. Поэтому информация, которую я давал в прошлых обзорах, которая будет в этом обзоре и будет планироваться в следующих, достаточно приближена к реальности. Итак, Johnson & Johnson Technique Symphony. Это EDOF хрусталик для коррекции пресбиопии. Напоминаю, что аббревиатура EDOF обозначает Extended Depth of Focus или расширенная глубина фокуса. В этом хрусталике нет выделенных фокальных точек, как в мультифокальных линзах, то есть это не мультифокальный хрусталик. У хрусталика Symphony есть только одна фокальная точка, и эта фокальная точка рассчитана для зрения вдаль. А далее при помощи специальной дифракционной решетки на поверхности линзы, вот эта дальняя фокальная точка расширяется до среднего и ближнего диапазона. Хрусталик Technique Symphony это прозрачная интроокулярная линза, то есть в ней нет никаких видимых фильтров, и она не искажает световосприятие, но при этом в ней обязательно есть фильтр от ультрафиолетового излучения. Это хрусталик, выполненный из гидрофобного материала, то есть он не содержит в своем составе воду. Что касается его оптических характеристик, это линза с негативной сферической аберрацией, с высоким количеством негативных сферических аберраций, для максимального повышения контраста на сетчатке. Вообще вся философия линейки Technique, она построена на максимальной контрастности зрения, и для этого они, во-первых, используют максимальную негативную сферическую аберрацию для компенсации позитивных аберраций роговицы. И что еще интересно, линза Technique Symphony дополнительно коррегирует хроматические аберрации. Кроме того, что сам по себе материал Technique имеет достаточно высокое число AB, то есть низкое количество хроматических аберраций, я об этом говорил в прошлом обзоре, Technic Symphony за счет специфической дифракционной решетки еще дополнительно снижает количество хроматических аберраций в этой линзе. И таким образом, за счет максимального снижения и сферических, и еще дополнительного снижения хроматических аберраций, линза получает очень классные показатели по контрастности изображения. И благодаря комбинации вот этих факторов, Technic Symphony, наверное, единственный хрусталик из пресбиопических моделей на сегодня, который позволяет реально достичь качества зрения вдаль выше 100%. Окей, с общей характеристикой хрусталика в Symfony мы разобрались, а теперь пойдем к вопросам количества зрения. Провести оценку количества зрения с Symfony в том же формате, как я делал с Alcon Panopsic, будет крайне сложно, потому что у Symfony нет выделенных фокальных точек, поэтому сложно выделить зону худшего и зону лучшего зрения. Ведь количество зрения с Symfony плавно изменяется от бесконечности по мере приближения к глазам, и ее типичная кривая дефокуса выглядит вот так. Но для того, чтобы мои обзоры были более-менее сравнимы между собой, я кое-что придумал. Напоминаю, что в моих обзорах пресс-биопических хрусталиков я выделяю по сути три опорные точки остроты зрения. Первая это 100% или абсолютная норма. Вторая это 80% или 0,8%, что является нижней границей нормы. И третий показатель это 50% или 0,5%, что является нижней границей функционального зрения. Теперь, базируясь на этой информации, возьмем рекламную кривую дефокуса Technis Symfony и посмотрим, на какое расстояние у нее получается 100% зрения, на каком расстоянии она дает 80% зрения, и на каком расстоянии она дает 50% зрения. И, как я уже говорил, за основу я возьму сначала официально опубликованную производителем рекламную кривую дефокуса, а потом еще расскажу, как на самом деле в реальной жизни работает этот хрусталик. Итак, вернемся к кривой дефокуса. На максимальном удалении от глаз, то есть при фокусировке в бесконечность, по заявлению производителя, хрусталик может обеспечить 110% зрения. Далее, по мере приближения к глазам, это количество зрения снижается, и на расстоянии 2 метра это по-прежнему еще 100%, это еще единица. Кстати, в этом месте и начинается ключевое отличие EDUF от трефокальной технологии. На этом расстоянии, напоминаю, например, полноптик сдает уже зрение, по-моему, что-то около 0,8. Ну, посмотрите в прошлом обзоре. Окей, двигаемся дальше. То есть в бесконечности у нас больше единицы, на расстоянии 2 метра у нас по-прежнему единица, и по мере приближения к глазам острота зрения начинает несколько проседать. Пороговое значение 0,8 или нижняя граница нормы встречается на минус полторы диоптрии дефокуса или на расстоянии 66 сантиметра от глаз. Дальше, по мере приближения к глазу, кривая дефокуса продолжает снижаться, то есть острота зрения падает, и пороговое значение минимально допустимого функционального зрения в 50% или 0,5 мы встречаем на расстоянии 45 сантиметров от глаз. Окей, с рекламными характеристиками разобрались. Как эта штука работает в реальной жизни? Из той информации, которая доступна в публикациях и из отзывов врачей, которые с этой линзой работают, могу сказать следующее. Если расчет линзы попал в так называемую эмметропию, то есть она максимально точно рассчитана на зрение вдаль, привайды фокуса будут выглядеть примерно так, как заявлено. И они используют такой расчет для тех пациентов, которым важно максимальное качество и количество зрения вдаль при сохранении среднего и ближнего зрения на функциональном уровне. То есть по своей сути, Symfony это Far Dominant Lens или линза, которая в приоритете ставит зрение вдаль на среднем диапазоне, оставляя для близи функциональное зрение. В то время как трифокальные и мультифокальные линзы это скорее Nerve Dominant Lens, в которых в приоритете острота зрения на близком расстоянии, но при этом качество зрения на среднем и дальнем расстоянии у них не такое хорошее. Учитывая тот факт, что кривайды фокуса Symfony достаточно однородные, то есть линза предсказуемо работает на разных диапазонах, некоторые врачи, ну могу так выразиться, любят играть с ней, как с конструктором Lego в плане целевой рефракции. Что в этом случае получается? Если эту линзу рассчитать не на 100% вдаль, а сделать небольшой сдвиг рефракции в сторону ближнего зрения, то есть на четверть диоптрии или максимум на полдиоптрии ближе к человеку, то тогда кривая дефокуса как бы придвинется к пациенту, и человек уже получит другую остроту зрения на ближнем и среднем расстоянии. Зрение на максимальном удалении от глаз, то есть зрение в бесконечность, уже не будет 110%, но оно еще за счет вот этой плоской кривой сохранится на уровне 100%. При этом на среднем диапазоне у пациента будет тоже 100% зрения, а в ближнем диапазоне на уровне 40-45 см глаз зрение с функционального 0.5 поднимется уже до уровня 0.6-0.7. Окей, с количеством зрения мы вроде разобрались, теперь давайте перейдем к качеству. Напоминаю, качество зрения это контрастная чувствительность и зрение в условиях разной степени освещенности. Как любой другой хрусталик, Symfony при ярком хорошем свете ведет себя прекрасно, высокие показали контрастную чувствительность на верхней границе нормы. А при снижении освещенности, что естественно, контрастная чувствительность Symfony будет проседать, но если мы возьмем тот же уровень освещенности, что и в предыдущем обзоре, а это 3 кандела на метр квадратный, контрастная чувствительность Symfony будет оставаться в пределах нормы. То есть боряться резкого ухудшения качества зрения при снижении освещенности с этой линзой не стоит. Теперь несколько слов про стигматизм. Как и любая линза для коррекции при SBIPE, Symfony не очень любит остаточный стигматизм, Но, как показывают публикации и опыт врачей, симфонии намного лучше переносят остаточный возможный астигматизм после операции, чем любые другие хрусталики. То есть в этом контексте ее можно назвать чуть более толерантной и безопасной в контексте потери качества зрения, если астигматизм после операции будет выше, чем планировалось. Но в любом случае, если у вас высокая степень астигматизма, и врач говорит, что вам нужен торический хрусталик или торическая симфония, обязательно потратьте немного дополнительных денег на торическую версию симфонии, потому что в любом случае при полной коррекции астигматизма, ваше остротозрение на любом расстоянии будет лучше. Является ли хрусталик для коррекции при SBIP и так низ симфонии лучшим хрусталиком для всех случаев жизни? Нет, не является. Хотя лично мне эта линза нравится больше других. Вообще, история с выбором лучшего хрусталика для коррекции при SBIP очень похожа на эту шутку в случае ремонта квартиры. Быстро, дешево и качественно. Выберите любые два. Так и здесь. Только выбирать вам приходится из трех других показателей. Это уровень дисфотопсий, это качество зрения и уровень независимости от очков на ближнем расстоянии. Сейчас я поясню, о чем это. Первое, это уровень дисфотопсии. Напоминаю, дисфотопсия это ночные феномены вокруг источников света, которые могут наблюдать пациенты с таким типом линз. Это так называемые галлы, эффекты, звездочки и так далее. Обычно, чем выше уровень адедации мультифокальной линзы, то есть чем выше ваше остротозрение на меньшем расстоянии, тем в большей степени пациент испытывает сложности с вот этими ночными феноменами от источников света. Второе, это контрастная чувствительность. Здесь та же история. Больше, чем одна фокальная точка по определению снижает контрастную чувствительность. Есть разные технологии получения бифокального и трифокального зрения при помощи дифракционных решеток. И там в любом случае, часть света идет на дальний диапазон, часть на средний, часть на ближний. Вот такое распределение приоритетов. То есть, с любым мультифокальным хрусталиком контрастная чувствительность будет по определению ниже, чем с хрусталиком без фокальных точек. И третий показатель, я его уже упомянул, это острота зрения вблизи, на максимально близком расстоянии от глаз. Другими словами, если для вас важно минимальное количество ночных галлоэффектов, вам нужно выбрать в лучшем случае EDUF, либо как минимум мультифокальный бифокальный хрусталик с минимальной адедацией. Если для вас важно максимальная контрастная чувствительность и максимальное качество зрения в условиях низкой освещенности, здесь опять же лежит путь в EDUF. Но при этом, на близком расстоянии, вы скорее всего не сможете читать очень мелкий шрифт. И тогда вам на близком расстоянии, в определенных обстоятельствах, могут быть нужны очки. Но это опять же зависит от вашего способа жизни, от того, что вы планируете делать с вашим зрением. Как вы видите, здесь мы выбрали первый и второй пункт, но ограничивали себя в третьем. И наоборот, если вы выбираете третий пункт, то есть количество зрения на максимально близком расстоянии, то есть острота зрения вблизи, для вас является приоритетной, я напоминаю, острота зрения без очков, тогда вы можете выбирать для себя бифокальный хрусталик с максимальной одидацией или трифокальный хрусталик. Но тогда на среднем расстоянии у вас будет качество зрения несколько ниже, у вас больше рисков получить вот эти ночные галые эффекты, и у вас будет ниже контрастная чувствительность, особенно при плохом освещении. В каких же ситуациях вы можете быть недовольны качеством зрения с Technic Symphony? Ну, здесь та же самая история, о которой я уже говорил. Основное, это если вы не учтете ваши жизненные потребности. Например, если вы недооцените важность определенной высокой остроты зрения на определенной очень близкой дистанции. Но тут есть еще один важный момент, который обязательно следует упомянуть. Если вы, например, выбрали для себя Technic Symphony и не учли какую-то важную ситуацию, когда вам нужно будет максимальное качество зрения на очень близкой дистанции, в этом случае вы можете всегда одеть очки с небольшим плюсом и компенсировать себе вот эти недостающие несколько строчек остроты зрения. А если вы недооценили необходимую остроту зрения на среднем диапазоне, например, выбрав трифокальную линзу, ну, в этом случае вы тоже можете подобрать определенные очки, которые добавят вам недостающие строчки именно в этом месте. Но напомню, если вы оденете очки и в первом, и во втором случае, то остальные диапазоны у вас тоже откорректируются и будут несколько хуже. Так вот, в любом случае какую-то дистанцию вы сможете откорректировать очками. Но есть два других случая, в которых вы ничего не сможете сделать со своим зрением, если что-то вас не будет устраивать. Это зрение в условиях недостаточной освещенности, ну, хотя гипотетически можно в каких-то ситуациях добавить света, подсветить фонариком и так далее. И второе, это значимости силы ночных диспотопсий или галоэффектов. Если вы не учли этот момент при выборе вашего хрусталика, и эти галоэффекты вас беспокоят, вам придется ждать. Либо пока произойдет нейроадаптация и мозг, условно говоря, выключит те круги, которые вы постоянно будете видеть перед глазами, либо вам придется просто психологически адаптироваться к этой ситуации и продолжать жить с этими нюансами. Кстати, вспомнил интересную историю, которую мне рассказывал один зарубежный хирург, о том, как может читать пациент с EDF или с трифокальной линзой. Если взять обычную таблицу для проверки остроты зрения вблизи и дать читать пациенту с EDF линзой и с трифокальной при хорошем освещении, то пациент с трифокалом прочитает больше строчек, потому что он видит лучше, у него остроты зрения вблизи выше. Пациент с EDF линзой при этом прочитает меньше, потому что он не прочитает самый мелкий штифт, он прочитает средний и крупный. И напомню, это при хорошем освещении. Но если количество света в помещении уменьшить, то пациент с EDF продолжит читать свои строчки, ну, может быть, там чуть хуже, чуть сложнее, но продолжит. А пациент с трифокальной линзой начнет видеть в этих условиях меньше строчек, чем пациент с EDF. Не знаю, о каких уровнях освещенности в канделах и влюбленных идет речь, но такая история у меня проскочила за короткой чашкой кофе на конференции. Какой основной вывод мы можем сделать из этого обзора EDF-хрусталик от Экнис Симфони? Вывод, как всегда, очень простой. Выбирайте вашу интракулярную линзу осознанно. Выбирайте вашу линзу, исходя из ваших жизненных потребностей, из ваших приоритетов, и пытайтесь учесть все важные нюансы в вашей жизни, с которыми вы можете столкнуться. Ведь в жизни каждого человека есть какие-то незначительные мелочи, которые имеют огромное эмоциональное значение для него. А другие вещи при этом, которые, казалось бы, ну очень важны, совершенно этого человека не трогают. Поэтому прислушивайтесь к себе, наблюдайте за собой, и пытайтесь понять, какой тип хрусталика на каком расстоянии вам лучше всего подойдет. Что для вас важнее сегодня, что для вас важнее будет в будущем, когда вы будете работать и жить с этой интракулярной линзой. Смотрите на свою жизнь шире. У вас есть работа, у вас есть хобби, у вас есть выходные, у вас есть время отдыха. То есть все эти моменты следует как-то попытаться свести воедино и выбрать наилучший приоритетный вариант для себя. Только в таком случае вы будете максимально довольны своим качеством зрения с выбранной интракулярной линзой. А теперь настало время не забыть подписаться на мой канал и включить уведомления о новых выпусках. Потому что впереди нас ждет продолжение обзоров хрусталиков и в принципе мой блог о качестве зрения и о новых технологиях восстановления зрения. Задавайте вопросы в комментариях и делитесь вашим опытом. Ставьте лайки этому видео и увидимся в следующих выпусках. С вами был Алексей и я не офтальмолог. Субтитры сделал DimaTorzok